Ну вот тут самое другое. У нас 28 апреля день Светлой Пасхи. Это тот, который празднуется во всем мире и все люди. Педагогический коллектив, родители, дети Молдавского лицея, нашего Лепканского лицея, выступили с инициативой такой, сбор помощи, чтобы у малоимущих семей тоже была Светлая Пасха, чтобы был какой-то праздник. Эту инициативу поддержала и русская гимназия, честь и хвала этим коллективам, которые думают не только о собственной выгоде, а думают о людях. Это и правильно, это воспитание детей правильное в духе доброжелательности, любви к ближнему. Но что интересно, я не знаю, что скорее всего, наверное, при Марии, как вы думаете, что там будет или нет? Или у них, как правило, не хватает средств? Значит, выходит так, что на полумиллионной машине кататься ездить, проводить мероприятия новогодние, самая, Сабантуи, 8 марта, 7 марта, 8 марта, и все такое, что остальное у них хватает. Теперь, здесь же не хватает, скажите, что. Может, нет желания. Но большая сумма требуется. Ну, вы знаете, мне сказали, что очень-очень, даже не ожидали, что инициаторы вот этой акции, они не ожидали такого, что пожертвовало такие большие, люди добровольно приносят, вы знаете, очень окликнулись дружно, все люди. Молодцы Липкана. Просто удивительно одно, как он может ехать на такой машине за полмиллиона, проводить такие масштабные праздники, что куча денег влаживает туда, и как его совесть не мучает. 12 лет этот кровопийца сидит и издевается над Липканами и над людьми. Как вы считаете? Во время своего отчета, когда он был, зачитывал отчет, вы знаете, он до того уже доходит, что он уже в этом вранье свое, которое он регулярно выдает за выполненное, он уже сам верит. Он там даже сказал, что вот они чуть ли не каждый день они были в этой покойной Елизавете Федоровне Казакаре. Хотя бы мы там с вами были вместе, она рассказала, никого из них никогда здесь не было. На 8 марта, когда мы были, организовали были гуманитарные пакеты, девочка была, самая инвалид, когда мы к ней были, пришли, вы там тоже там были, вы были, снимали, когда ребенок растерялся, говорит, вы знаете, никто никогда ко мне не приходил. По их же словам, они чуть ли не спят вместе там рядышком у них сама по дверьми. Ну как так можно, вот так врать и вот так безбожно врать, Горюша, безбожно. А сейчас еще скажите, Виктор Федорович, это же правда. Распускают разные слухи на Виктора Федоровича нападки, на меня. Мало того, что слухи распускают, уже дошло до того, вот должна прийти к Гречану приехать, я расклеивал объявление. Вот страшно. Да, мы по всем Лепканам были, разместили были объявление о том, что завтра, у нас это 23 апреля, в 14.00 в помещении офиса самой партии социалистов Лепканых, Зенита Петровна, наш Гречаная, наш депутат Бричанский, наш депутат Бричанского района в парламенте Республики Молдова будет проводить прием граждан. В общем, мы расклеивали везде, вот по всем Лепканам, везде, везде, чтобы люди знали, устно были, оповещали. Вчера и было, сегодня утром уже нет ни одного объявления. Я думал, скажете, что еще одно объявление есть. Нет, и мы уже поставили везде, везде, вот мы сейчас по второму кругу, вот и Андрей Андреевич, и вот, и наши люди были, по-новому были обклеивали. Ну, я не знаю, кому это мешает. Вы знаете, мы же никогда сам такими вещами, мы такие вещи не делали никогда, никому не мешали, потому что что на благо людям, то и нам хорошо. Вот в воскресенье было встречи, шоровцы были, делали концертом, угощали, были людей. Спасибо, молодцы, людям хоть какой-то праздник, хоть какая-то душина. Мы ничего не имеем против. Виктор Федорович, что разговаривал, я лично слышу, как он Думенко и на сессии, говорю, не делите людей на наших, на ваших, это все лимканские. Он делит всегда, потому что мне много людей приходят, сами жалуются, много людей приходят, сами жалуются, что приходишь к нему, вы голосовали за окружевку, идите к нему, вы голосовали за социалитов, идите туда. Люди добрые, мы, это все наши люди, все наши избиратели, все жители города, и к ним надо относиться, я же сам сказал, и буду еще раз говорить. Надо сделать другое, чтобы в примарии, в больнице, не было никакого отношения по партийным самолиниям. Все должны быть сотрудники беспартийными. И принимали людей, и относились ко всем одинаково. Все характерно. Говорю, малоимущая женщина подошла, ей говорю, идите до примария, он имеет право от себя выписать 500 рублей, так? Да. Пошла она туда, он звонит мне, что вы направляете до меня, женщин? Она подняла там скандалы, конечно. Тогда он должен радоваться, хорошо, что не мужчин. Андрей Андреевич, вы... Конечно, результат же он выпишал, ну, со скандалом. Вы выполнили свое обязательство, потому что вы депутат, это на вашем участке женщина, она прижимает. Она обратилась как к депутату. Андрей Андреевич сказал, потому что вся материальная помощь, до 500 рублей, это бит решения сессии, это примарь имеет право своей младью. Ой, пойду я напишу на аккумулятор для телефона. Сразу говорю отказ. Спасибо.